итак друзья хорошо тогда давайте начинать самого интересного огромное количество людей и на сегодняшний день не только не понимая технологию блокчейн но даже немножко боятся ее но надо понимать что ничего страшного в ничем новом нет все когда-то было страшным все когда-то было в новинку но тем не менее мы сейчас с вами понимаем и как писать и как читать как считать умножить вычитать а до этого конечно же это был страх паника что ж такое а также быть поэтому не переживайте любая технология поддается обучению в нашем случае мы с вами не будем заниматься программированием не будем заниматься кодингом и так далее нет это просто работа с кошельком и самое интересное сегодня вам покажу а ключевые особенности кошелька белый валит почему потому что он по-настоящему дружелюбный к своему пользователю если вы знаете популярные другие кошельки потом как электрум либо же коровские кошельки они достаточно тяжелые для понимания то есть это просто схематический код программы где огромное количество окон можно открыть не пойми какие настройки как сохранить ключ как вытащить его то есть это проблематично в нашем случае все эти процедуры доступны нам по двум кликам и никаких дополнительных настроек которые могут сломать изменить либо же допустить в систему какую-то не работающую вещь она уже устранена на этапе программирования поэтому мы получаем продукт который уже целиком и полностью дружелюбен к нам интерфейсом и при этом не имеет каких-то либо настроек которые могут сломать всю работу его системы внутри так всем здравствуйте да наступаем тут уже пошли люди поздравляют друг друга с 8 марта но давайте оставим поздравления на чуточку позже так я смотрю что люлик участники к нам присоединяются все больше и больше больше ну зовите да зовите потому что сегодня я объясню очень важные вещи и в связи с тем что я уже видел парочку скриншотов от партнеров которые показывали свои почты когда к ним обращается якобы якобы служба поддержки вот сегодня мы все эти вещи раскроем и так друзья пообщавшись с нашим саппортом я убедился в том что очень много людей до сих пор не понимает и не видит разницу между кошельком и приватным ключом да для кого там быть это вилка и ложка но тем не менее и существует огромное количество партнеров которые при обращении в поддержку указывают место своего адреса которые должны были верифицировать донести white список для отгрузки коинов указывают транспортный ключ и при этом когда поддержка им отвечает уважаемые извините вы прислали нам конфиденциальную информацию замените пожалуйста на ключ ой не на ключ на кошелек причем советую сделать его новым поскольку тот ключ который уже был опубликован где-то да уже не имеет как такой гарантии что он не будет воспользован кем-то третьим каким-то третьим лицом в целях своей личной выгоды поэтому важно различать транспортный ключ и наш собственный плс валет адрес так адрес который принимает отправляет наши платин коины для начала я хочу просмотреть повторить процедуру установки кошелька к самого начала я думаю что вы не против поэтому я заранее уже подготовился я скачал утилитку и сейчас пожалуйста там ой-ой-ой это наверное очень маленькая кошка стоп так давайте вот сейчас вот выберем область экрана и да вот вот так вот пожалуйста скажите есть ли обратная связь виден ли вам например мой рабочий стол часть моего рабочего стола рабочая область пожалуйста ответим так виден здорово а скажите по картинке она зернистая или мне кажется что она как очень пикселизирована давайте еще раз верну то есть вы видите картинку хорошо то есть понимаете текст то есть какая-то птичка летит просто у меня комната показывает что у меня картинка настолько пикселизирована шла кирпичи можно меньше даже чем пиксели на этом экране ага все большое спасибо дмитрий за ваш комментарий это поможет в дальнейшей работе смотрите друзья итак поскольку вы видели мой рабочий стол я уже скачал с нашего сайта установку кошелька для windows и самое что интересно эта процедура в принципе она стандартная простая то есть если у вас нет кошелька то пожалуйста установите его от нашего сайта либо же с кабинета либо же с главной страницы и давайте сейчас мы его вместе установим нажимаем кнопку запустить если у вас английская версия там будет старт здесь никаких настройок мы не нажимаем просто кликаем далее программа спрашивает путь установки куда его установить мы выбираем все по умолчанию то есть мы не меняем никакие настройки в целях для того чтобы понимать где у нас программа лежит и если мы не специалист то чтобы не запутаться там где у нас все программы лежат там и у нас будет лежать здорово нажимаем кнопочку далее и л си валит до пел си валит 85 мегабайт здорово хорошо нажимаем еще раз кнопку далее далее установить и так происходит процесс установки так это что-то не то так это что-то новенькое давайте попробуем еще раз установите вот видите как здорово когда вы видите все это вживую прям таки онлайн показать не отвечает дело в том что друзья у меня абсолютно новый компьютер не случилась такая беда что я у меня сгорела полностью материнская плата процессор и соответственно нужно было его обновить и здорово закрыть программу как вы видите у меня компьютер полностью голый чисто windows и больше ничего на нем нет поэтому сейчас как мы видим я попал в такую очень конфузную ситуацию но ничего страшного кто не мне не попадал я думаю что мы сейчас из нее выйдем с достоинством и все у нас будет хорошо так ну давайте немножко похакерим немножечко мы будем сейчас ищем наш кошелек наш кошелек где он у нас так дружище куда ты у нас забрался диспетчер гаджет а вот он делся и валит снять отдачу все здорово мы ее отменили и тебя тоже отменим ну давайте попробуем еще раз установить наш кошелек так далее 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 установить ага вот оно что все работает устанавливаем наш кошелек да ну все установки все загрузки завершены и заканчиваются файлы как были скачаны сервера и все да наш кошелек установлен как мы видим мы вышли ситуация вполне достойно никаких у нас запинок не произошло зато мы сейчас видим что страшного нет ничего мы просто перезапустили программу и за и заново и установили то есть на чистую без удаления или там чистки какой-то не получит первого раза ничего не с ним не бывает поэтому запускаем еще раз итак видим что у нас на рабочем столе появился значок это наш ярлык для нашего пелси валета кошелька друзья и здесь я хочу сразу же вам знаете давайте работать как профессионалы давайте обучаться правильно и различать название кошелек как программу и кошелек как непосредственно адрес в блокчейне это две разные вещи это как замок и замок до слова одно и то же но абсолютно разные значения лук это может быть что-то съедобное можно пожарить порезать и она будет вкусно пахнуть или же от него можно плакать и лук как средство которое натягивает эти у и стреляет стрелами понимаете да разницу лук лук замок замок и в нашем случае кошелек я буду оперировать двумя терминами кошелек как программа и кошелек как сам адрес в блокчейне платин коин значит это у нас ярлык нашей программы эта программа непосредственно наш клиент то есть то программное обеспечение которое и обеспечивает нам с вами комфортную работу в сети блокчейн а именно прием передачу и хранение наших платкоин думаю что здесь все понятно и теперь мы можем приступить к первому запуску нашего пелси валют двойной клик запускается наша программа и мы видим с вами привет на окно что в этом окне у нас есть всего лишь две кнопки это импортировать и создать новый как мы видим я скачал сайт актуальную версию программы 205 это свежая версия нашего кошелька соответственно обновляться нам не нужно и мы приступим к созданию нового кошелька давайте мы подведем наш ярлык на правильное место и нажмем на кнопку создать давайте так куда будет в центре верно так хорошо да нажимаем кнопочку создать новый и вот теперь у нас программа спрашивает пин код и вот здесь нам важно понимать что этот пин код относится исключительно к этой программе то есть это не пин доступа к нашему кошельку на блокчейне нет это защита самой программы которая работает с нашим кошельком на блокчейне придумываем пин код здесь шесть символов раз два три 4 5 6 ну на самом деле один два три шесть пять четыре один два три шесть пять четыре нажимаем кнопку далее и вот здесь вот вот этот пин код транспортный пин код как раз таки относится к вашему кошельку который будет принимать на которой вы будете хранить и отправлять которого будете платим коины вот это есть самый важный код который вам нужно сохранить распечатать заламинировать по возможности и никогда его не потерять это как ваш паспорт как ваш айди кар это как права на автомобиль потеряли права все вы не имеете права ездить не важно сколько у вас автомобилей хоть 10 не важно хоть каких хоть феррари ходе lamborghini нет прав изменить и в доступе к вождению вам отказано и здесь этот пин код этот транспортный пин код нам важен для того чтобы мы всегда могли восстановить наш кошелек на любом другом устройстве и вот здесь вот давайте с вами просто придумаем самый простой пин код 1 2 3 4 0 вы конечно же можете использовать более серьезную степень защиты я рекомендую вам использовать какую-то посерьезней комбинацию циферок да не просто 4 нолика или 4 единички это максимально простой подбор а что-то по серьезнее это важно и нажимая кнопку дальше и вот здесь происходит формирование друзья вот это называется формирование кошелька когда вы в момент установки своего программного обеспечения не получаете кошелек от кого-то третьего от компании от спонсора от третьих лиц а формируйте его исключительно сами в момент когда вы нажимаете кнопочку дальше у вас происходит генерирование вашего кошелька у вас на компьютере и о нем не блокчейн не знает о нем не знает ни компания не поддержка не разработчики не блокчейн разработчики к нему доступа не имеют и и это вот важно ни в коем случае никому не распространять этот код это ваша защищенная крепость данный данную картинку данный буквенно численный код данный qr код важно сохранить и никогда не разглашать ни близким друзьям ни родственник не партнером не спонсором это первостепенно важно и вот здесь вот многие партнеры делают ошибку они подразумевают что это и есть ваш кошелек там здесь написано поздравляем ваш пелси кошелек создан но важно читать то что написан дальше это приватный ключ вашего кошелька это не есть адрес на этот код на этот на эту строку до из этих чисел и букв невозможно перевести платин коины это код который позволяет нам импортировать восстановить экспортировать наш клеща лёг на любом другом устройстве и мы сейчас это сами про повторим и сделаем и так как и захоронить наш приватный ключ здесь на самом деле программа нам сама подсказывает как это сделать то есть да тот самый юзерфренд перфейс когда он дружелюбный нажимаем на кнопочку вниз до загрузить это экспорт приватного ключа нажимаем на кнопочку сохранить все просто да просто нажимаем сохранить выбираем куда мы хотим сохранить указываем что мы хотим сохранить да это будет наш кей это будет наш кей нажимаем кнопку сохранить и все и на рабочем столе появляется у нас значок файла файл кей дат это есть наш приватный ключ в дат файле и он используется программой для импорта кошелька окей это еще не все у нас есть кнопка распечатать если у вас есть принтер пожалуйста распечатайте данный приватный ключ и сохраните его среди своих документов у каждого из вас вот уверен уверенно все сто процентов есть папка может быть какая-нибудь коробка может быть какой-нибудь портфель где у вас хранятся в файлах паспорт какие-нибудь доверенности какие-нибудь справки квитанции договора и так далее так далее так далее то есть ваш жизненно необходимый набор документов ваш портфель документов пополнится с тех пор еще одним это ваш приватный ключ потому что вспомните истории тех людей которые в свое время потеряли доступы к кошелькам своих биткоинов человек который потерял помните историю человека который потерял просто забыл что у него на компьютере есть там 6 7 тысяч биткоинов программист выкинул ноутбук а в девять тысячи восемнадцатом году спохватился и давай посещать экстрасенсов давай отка раскапывать эти мусорные ямы где он мог потерять этот bitcoin кошель потому что там целое состояние там миллионы долларов представьте себе то состояние человека который ощутил что у него был этот кошелек он имел его в руках но просто напросто он потерял доступ к этому кошельку вы представляете его отчаяние вот чтобы этого не допустить вам нужно эти всеми вещами этими всеми вещами заниматься очень серьезно да я много говорю но поверьте мне кому-то этот вебинар спасет целое состояние и если вы покажете вебинар своим друзьям знакомым то возможно им тоже это может сохранить целое состояние и так мы с вами сохранили приватный ключ экспортировали его в отдельный файлик здорово распечатали его на принтере и давать еще для пущей уверенности я его за скриншоте все делаю скриншот ну давайте подгоним его под параметры чтобы не захватывать ничего лично я нажимаю сохранить данный скриншот и давайте тоже назовем его кей нажимаю кнопку сохранить есть теперь я должен сохранить ключ доступа к этому кошельку вернее к этому приватному ключу понимаете что данный ключ это хорошо но нам еще и нужен наш транспортный пин код то есть тот скот те четыре символа которые мы с вами придумывали когда создавали данный текстовый да данный приватный ключ на кошелек значит я для себя завожу отдельный документ называю его до пелси валет называю пелоси валят и указывают и им это я показываю вам пошаговую инструкцию как это делаю я то есть я создать создавая свой кошелек я сделал абсолютно все копии ключа и его экспортировал файл я его за скриншотил я создал отдельный документ где я записал какой у меня транспортный пин код чтобы ни в коем случае его не потерять я также могу его а здесь не получится ну хорошо страшного я нажимаю кнопочку сохранить данный текстовый документ чтобы не потерять до сохраняем проверяю tpin сохранился 400 и могу теперь смело передвигать рычажок в сторону права я сохранил данные на бумагу и записал транспортный пин код я же сохранил я же сохранил да я все сохранил я записал транспортный пин код записал все сохранено все есть нажимаю рычажок вправо нажимая кнопочку далее и теперь у меня открывается мой пелси валет как только происходит запуск нашего кошелька в первый раз он показывает нам главное меню а конкретно наш баланс который мы можем обновлять постоянно от этого он не увеличится и всего лишь две главные кнопки это отправить и получить и здесь у человека возникает вопрос а где мне узнать адрес моего кошелька где же мой с которой я могу поделиться с друзьями на которые они могут прислать мне платин коины которые я могу потратить там то там то там то или перевести их уже там на биржу или же как не заказать платин коины с биржи я купил на бирже платин коины я не хочу их хранить на бирже я хочу их выйти к себе на кошелек как это сделать нажимаем на кнопочку получить и мы видим теперь новый qr-код который отличается от нашего ключа это важно друзья мы они разные если мы просто сведем такой вот беглый анализ то даже вот по уголкам они разные здесь у нас прям такая симметрия до 4 точки с плюсиком вере три точки с плюсом здесь абсолютно другая и это и есть отличие то что транспортный пин-код вернее транспортный транспортный приватный ключ наш приватный ключ он отличается от нашего plc валета и так что мне сделать для того чтобы скопировать данный адрес вот это вот уже кошелек который работает на блокчейне то есть эта программа кошелек который работает на приемы передачу на то есть это оператор это клиент стационарный клиент на windows а это кошелек который непосредственно принимает сохранить коины и может совершать транзакции и он постеживается на блокчейне вот те два кошелька тот лук и лук тот кошелек и кошелек о котором я говорил за чуть чуть ранее и так как скопировать нам свой адрес просто кликаем на сам qr-код и адрес наш кошелька скопируется в буфер обмена для все таки я рекомендую вам его еще сохранить чтобы он всегда у вас был под рукой и это то что мы его сейчас сохранили оно нам понадобится для дальнейшего эксперимента значит смотрите наш кошелек да давайте формат шрифт сделаем чуточку больше чтобы вам наверное было лучше видно нет еще больше хочу больше шрифта окей вот так вот будет думаю достаточно да так будет достаточно есть значит все теперь знают мой транспортный код и соответственно сейчас каждый человек который видел этот транспортный пин-код видел приватный ключ может у меня кошелек увести просто отсканировав его сейчас вебинара отсканировав сейчас вебинарной комнаты и тем самым завладев этим кошельком но так как он пустой ценности он не имеет я таких кошельков могу создавать бесконечное множество в этом и есть прелесть технологии блокчейн и так я сохраняю наш документ с пин-кодом и с транспортным ой с адресом и транспортным пин-кодом хорошо для того чтобы использовать свой кошелек да мы знаем наша кнопка главное показывать баланс отправить эта кнопка которую отправку мы указываем кому мы хотим отправить платье коиное убираем какое количество мы хотим отправить и нажимаем кнопочка отправить но так как у нас ангв직ури bosch соответственно у нас не получается сделать отправку тем более сам себе вот было бы справа да смотрите если бы я указал кому это себе там мой собственный личный аз я указываю 100 платин коинов нажимай кнопочку отправлять извините так дела не работает невозможно себе на кошелек отправить несуществующие коины чтобы они у нас пришли еще и плюс так давайте разберемся дальше с функционалом как получать платинкой на мы уже знаем как отправлять платинкой на мы тоже уже знаем и у нас еще есть маленькая кнопочка которая отвечает за настройки это нажимаем меню настройки и что мы здесь видим изменить pin это меню относится к безопасности то есть это не к кошельку не к нашему адресу не к нашему кошельку который работает на блокчейн а это пин-код работает исключительно с этой программой а программа у нас стоять может это именно на нашем компьютере и чтобы ее никто не запустил она имеет свою защиту свой пин-код доступа помните какой был у меня пин код 1 2 3 6 5 4 давайте его сейчас поменяю 0 0 0 2 5 8 0 0 2 5 8 я нажимаю кнопочку дальше и я поменял пин-код я закрыл данное приложение я запускаю данную программу и теперь мой пин-код доступа к этому кошельку уже не 1 2 3 4 и 1 2 3 6 5 4 а 1 2 3 0 2 5 8 нажимая кнопочку дальше и у меня открывается мой кошелек давайте проверим тот ли то кошелек открываем адреса смысл сверяем адрес gny gny здорово то есть адрес остался тот же то есть данная кнопка настройки изменяет пин непосредственно в клиенте программном обеспечении plc валет версии 205 это ключ доступа вернее пин доступа к самой программе а теперь у нас еще есть меню экспорт plc кошелька импорт plc кошелька и удаление plc кошелька три кнопочки давайте сейчас рассмотрим тоже это за три кнопки давайте попробуем удалить кошелек вот просто удалить кошелек удаляем вы уверены потому что если вы не сохранили свой приватный ключ если вы не сохранили свой транспортный пин код то увы после того как вы нажмете кнопку удалить восстановить вы его уже не сможете но так как я сделал заранее архивные копии да я сделал для себя и видео как видео файлик какой как картинку и как текстовый файлик я теперь могу его восстановить я нажимаю импортировать вместо того чтобы создавать новый кошелек я нажимаю кнопку импортировать вот для чего нам нужен сейчас транспортный пин код и для чего нам нужен сейчас наш приватный ключ и для того чтобы импортировать кошелек на любое другое устройство хотите на телефон хотите на macbook хотите на windows куда угодно хотите можете его импортировать нажимаете кнопку импортировать здесь вы можете вбивать вручную что я не рекомендую поскольку можно ошибиться но представьте себе да какой массив чисел и букв и вбивать это все вручную это неудобно поэтому у нас с вами на этот случай есть файл key dot который мы нажимаем кнопку импорт на стрелочку указываем где он у нас лежит на рабочем столе key dot нажимаем открыть он погружается нажимаем кнопочку дальше и кстати если вы заметите то есть вот он соответственно тому что записано в нашей картинке да в графическом изображении то есть 4g wf 3g wf и в конце и 9w и которого нажимаем кнопку дальше и вот здесь вот нам важно указать пин-код который у нас сохранен здесь который мы писали ранее если мы с вами введем пин-код 1 2 3 4 смотрите что произойдет неправильный приватный ключ или пин-код то есть программа понимает что она не может расшифровать на приватный ключ транспортным пин-кодом который к ней не подходит давайте попробуем еще раз 8 8 8 8 дальше не подходит давайте мой пин-код от программы 1 2 3 0 2 5 8 дальше не подходит а какой код подойдет подойдет только лишь четыре ноля вбиваем 1 2 3 4 нажимая кнопку дальше и все и программа сразу же она уже зашла она уже поняла что все хорошо она уже смогла расшифровать транспортный приват приватный ключ транспортным ключом транспортным пин-кодом она смогла его в себя импортировать и теперь предлагает вам установить заново пин-код доступа к самой программе ну давайте не будем просто эксказенсами укажем все нули его все единицы 1 2 3 4 5 6 и еще раз 1 2 3 4 5 6 нажимаем кнопку дальше все давайте проверим тот ли это кошелек мы сейчас с вами импортировали да мы знаем что у нас есть адрес gny нажимаем кнопку получить gny все адреса идентичны мы с вами смогли создать кошелек удалить этот кошелек и импортировать его при этом мы не столкнулись ни с какой сложностью ни с какими трудностями все на самом деле было гораздо проще давайте теперь подведем некий итог установка кошелька занимает буквально несколько минут удаление да вот сейчас заново самого начала вот мы установили свой кошелек просто подводим итоги то есть установка кошелька занимает несколько минут скачать его сайта либо с кабинета запустить исполняемый файл dlc wallet exe installer проследовать инструкциями просто кнопку дальше 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 появится иконка на рабочем столе запускаем данную иконку запускается наш кошелек мы можем с вами при первом запуске создать новый кошелек или импортировать создание нового кошелька следуем инструкциям сохраняем все важные пин коды которые нам нужны это не просто так это очень важно и просто должны понимать что есть пин доступа к самой программе вот к этой а есть пин доступа к самому ключу самому приватному ключу вот это тоже очень важно итак друзья мы с вами уложились ровно в 30 минут мы поговорили с вами о так я сейчас возвращаюсь в комнату я хочу отключить демонстрацию экрана прекратить общий доступ хочу вернуться к нашей доске с нашим мальчиком который изучает технологии блокчейн и нажимаю ваших чат и обращаюсь теперь к вашему чату то есть но друзья очень важно смотрите ни один сотрудник поддержки вот это очень важно друзья никогда ни один сотрудник поддержки не спросит у вас никаких приватных ключей никаких паролей доступа к вашему кошельку ни один игнорируйте все сообщения которые исходят якобы от службы поддержки потому что как в банке и один сотрудник банка не спросит у вас что у вас там на обратной стороне карты какой пин код какой себе вида какого числа нет ваши приватные ключи генерируются исключительно у вас ваши кошельки генерируются исключительно у вас никакого предлога к тому что я тебе восстановлю сейчас коины я тебе сейчас отсыплю коины или у вас заблокировались к его нам нужно их разморозить невозможно компания не имеет доступа к блокчейну я программист ваш спонсор ваш брат ваш знакомый не имеет доступа к вашему кошельку пока у него нет приватного ключа и соответственно пин кода который расшифрует данный приватный ключ поэтому все подобного рода обращения что у вас там какая-то проблема это аналогичная ситуация с простым банальным мошенничеством которое процветает и в банковском секторе и в том числе и у нас то есть мошенники там где деньги с нами деньги значит нас можно грубо говоря разворачивать да то есть ну разводить простыми словами мы же этого не допускаем мы сами обучаемся и теперь соответственно мы предупреждены о том что ни в коем случае никогда нельзя делать какие-нибудь опасные вещи так человек написал в чат интересный вопрос один и тот же приватный ключ и пин код что имеется в виду один и тот же приватный ключ и пин код но если у вас программа при себе то конечно же это не очень хорошо поскольку имея доступ к вашей программе человек и зная этот пин код может разблокировать или экспортировать кошелек так всем привет всем привет добрый вечер здравствуйте звук прерывается или все хорошо так ольга спрашивает игорь на комп и на телефон вводить один и тот же пин код и приватный ключ а вот здесь ольга абсолютно верный вопрос смотрите я сейчас открою доску я сейчас открою на там доску где же доска показ рабочий вот она наша доска друзья это у нас наш пк да это вот нас будет пк это наш смартфон это наш смартфон приложение plc валет разное то есть здесь у нас программное обеспечение и здесь у нас аппликейшн до аппп а это разные программы и соответственно пин коды у них могут быть разные это все равно что знаете у вас есть ключи от квартиры и ключи от машины они разные вы не можете одними ключами открывать дверь вы можете программно вы можете задать их один и тот же и на компьютере и на телефоне да это возможно но я вам не рекомендую использовать один пароль от разных кошельков понимаете в моем плане вот этот кошелек и этот кошелек они могут быть как одним кошельком так и двумя разными кошельками но если у вас один пароль ко всем кошелькам это плохо это очень плохо у вас представьте себе ситуацию что сейчас дать я начинаю задумываться о том насколько же вопрос безопасности наше время стоит остро особенно в момент в время когда у нас все больше и больше развивается интернет все больше больше развиваются онлайн-сервисы наша почта является теперь неким кодом доступа в мир доставок заказов обслуг оплат получения какой-то информации из государственных каких-то источников то есть там по коммунальным платежам по пенсионным выплатам еще по каким-нибудь представьте себе что ваша почта и от всех сервисов пароль один и тот же вы представляете себе что утеря хоть одного из этого пароля позволит опытному человеку опытному социальному инженеру взломать абсолютно всю вашу личность платежи банкинг образование медицина страховка то есть если у вас есть интернет сервисы и вы используете пароль ко всем этим вещам то пиши пропало это очень плохо поэтому это можно сделать оставить здесь пин-код и здесь пин-код один и тот же но этого сделать не рекомендуется также не рекомендуется использовать кошелек на компьютере если этот компьютер имеет общий доступ нескольких людей если у вас на компьютере установлен ваш келси кошелек и вашим компьютером пользуются кто так помимо вас ваш муж ваша жена бабушка дети внуки знакомые соседи если студенты у вас этот компьютер стоит в общежитии представьте себе что этим человек вы можете быть максимально защищены вы можете быть просто супер продвинутым профессионалом но пришел школьник с школы вставил флешку и искал реферат скачал вместо реферата какой-нибудь супер мегавирус и зашифровал вам все или потерял все или слил сеть все вы со своей стороны были просто супер молодцы вы со своей стороны были защищены вы сделали все правильно но вы никогда не застрахованы от этих лиц именно поэтому компьютер который используется кроме вас рекомендуется для хранения и установки пелси валет тоже важно вот эти все правила безопасности они могут быть жесткими они могут быть страшными не могут быть жутко не лобными но поверьте мне когда это убережет вас или не дай бог вам просто испытать потерю приватного крюча или просто по чьей-то ошибки утечку ваших данных лучшего все-таки этого не испытывать и все-таки один раз сохранить данные документы до данные приватные ключи сохранить их отдельно себя в папочке я имею ввиду да в бумажном виде и удалить это приложение с общественного компьютера так 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 в каких случаях удаляется кошелек когда я например хочу скам на телефон например не обязательно то есть вы можете использовать один кошелек да на разных устройствах хоть на всех хоть у всех знакомых то есть вы можете сейчас прийти поставить всем своим знакомым импортировать свой кошелек но когда на нем появятся деньги каждый сможет им воспользоваться это важно игорь до какого числа минтеры утерпают себя сколько еще осталось реализовать пелси вот хороший вопрос друзья мои но пока что на него ответа нет мы ожидаем что это будет в мае но вся информация конечно же будет озвучено по мере поступлений лежит у или же в праге так как вернуть пелси из первого кошелька саппорт пишет что все мы вернули на сбор хотя этого не было абсолютно верно ответ саппорт так и коины которые были положены и которые полагались за приобретение бизнес билетов они всем продублированы в их дешборты про все другие коины это компания ответственности не несет это зона вашей личной ответственности это же самое что вы сейчас и ведете кому-нибудь 10 тысяч коинов и напишите в саппорт здравствуйте я хочу вернуть нет это коины которые компания не имеет возможности вам восстановить поскольку вы этими коинами могли распоряжаться как угодно так а если комсомался все пропало как сохранить правильную информацию на жесткий диск вот для этого у вас есть возможность распечатывать в бумажном варианте если у вас есть бумага бумажный вариант благодаря компьютеру благодаря телефону вы можете восстановить кошелек на любом другом устройстве и вам абсолютно вы будете спокойны что у вас там может быть вектер 10 тысячами коинов а там просто миллионное состояние он у вас сгорел но вы все равно не переживаете что у вас все хорошо насколько вы можете это восстановить и вот мой пример который да я вам сказал что люди делятся на два типа те кто делает бэкап и те кто будут делать вы заметили что мне абсолютно пустой диск д абсолютно из 800 гигабайт там сейчас чисто рабочие файлы на 10 гитаров занимают а все остальное оно хранится у меня в отдельном винчестере то есть я абсолютно будет покоен когда у меня с компьютером случилось абракадабра я без каких-либо переживаний обновился и я не переживу что у меня есть файлы которые мне понадобятся в случае импорта экспорта либо же восстановление каких-либо моих нужных документов так приватный ключ один вводить если у вас один приватный ключ если вы хотите хранить коин на компьютере на телефоне один кошелек иметь то естественно вы им вводите один приватный ключ ну да приватный ключ и один пин код транспортный код к этому приватный ключ если вы не хотите иметь один кошелек на всех устройствах пожалуйста создавайте новый либо же бэкапте другие кошельки два кошелька на одном компьютере можно иметь к сожалению нет без хитростей в плане windows а и там какие-нибудь эмуляции нет невозможно кошелек прописывается помимо того что устанавливается в папку c x86 на программ файл с x86 он еще и прописывается в корневой сертиф корневой каталог врут и там оставляет информацию о текущем кошельке поэтому нет программу установить на один компьютер нельзя только в случае если вы будете клонировать пользователей на один пользователь второй пользователь и выходить из системы постоянно меняя пользователя самой операционной системы сегодня не работает сайт причина сайт не работает с 4 марта 23.00 по берлинскому времени поскольку происходит большой апдейт и переезд нашей с вами планетворк платформы на новую совершенную млм этого часть то есть да он должен заработать завтра возможно что заработать сегодня но не ну как по правилам да по по объявлениям и ожидаем что он заработает 7 числа скорее всего половине то есть это очень важная работа чтобы сохранить абсолютно всех партнеров все коины все бонусы все транзакции для этого нужно конечно же и бэкапы и тесты и время чтобы дискойна натурально найдем без декабря из кошелька списка на биржу не поставили конечно потому что все биржи находятся в рассинхронии с нашим блокчейном соответственно как только биржа включается в наш блокчейн сразу же возобновляется работа то есть биржа включается блокчейн происходит до загрузка текущих блоков на котором биржа была отцена от нашего блокчейна и как только данная прогрузка завершится биржа сможет принять уже существующие коины вашей транзакции поэтому все в порядке так по количеству этого не было то есть не перечислили не понимая суть вопроса двухфакторка будет в кошельках абсолютно верно смотрите двухфакторная авторизация будет работать как на вывод коинов из дешборта в кошелек так и на вывод кэш аккаунта на ваши кошельки либо же на ваши банковские реквизиты то есть да следующий апдейт будет это уже двухфакторная авторизация при работе с кабинетом платин коин с коинами и с кэш аккаунтом почему советовали иметь два кошелька и держать монеты хотя бы год ну смотрите я буквально сегодня прочитал одну интересную статью касательно уэрена баффета баффет это известнейший магнат известнейший инвестор и он советовал инвестировать в компании с оценкой не быстро и да там год 2 а 10-20 лет то есть можете записать в гугле статья 11 советов уэрена баффета и увидите пункт что он советовал всем своим друзьям он писал отчеты о деятельности до тех компаниях которые были проинвестированы и четким языком было сказано что мы друзья мои должны нацеливаться на компании которые дадут прибыль через 10-20 лет не через день 2345 поэтому хранить коины как минимум год это не это не обязанность это просто рекомендация поскольку вы видите какой курс сейчас прошлом году курс был таким а сейчас курс составляет более 20 долларов поэтому я думаю что лучше потратить когда у вас и такой они пролежали год и потратить их по 20 чем потратить их течение года по 5 по 6 по 7 по 8 плохо было слышно можно ли два кошелька на одном компьютере да или нет скажу и да и нет да нет без просто так два кошелька не установить но если постараться до изменить профили windows то можно так 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 вопрос интересный вопрос от наших партнеров и только я не могу понять имеется ли возможность реализовывать свой пакетный чизвит до выхода на и силу какое и силу вот этого немножко не понимаю можно реализовать митинг юнит нет невозможно поскольку митинг юнит работает по правилам блокчейна а мы можем сами подкручивать блокчейн на ходу это невозможно это физически невозможно это то что на ходу автомобиля менять ей двигатель или же ковыряться в коробке передач или же перебирать клапана на работающем двигателе это невозможно Поэтому ментинг минет работает ровно столько, сколько он работает. И он добывает ровно столько, сколько он добывает. Что является гарантией возврата, какой документ? О каком возврате идет речь? И что является прототипом договора займа? Какого займа? Немножечко неправильные вопросы. И, скорее всего, они к нам отношения не попросту не имеют. То есть вопросы, которые, по сути, не имеют ответа. Ну это как у тракторицы спросить, почем сегодня курс доллара Он конечно может быть и знает, но вряд ли в этом разбирается Плохо было слышно, уже ответил Если мы только не знаю, подключились к вебинару, можно ли будет где-то прослушать сначала? Думаю, что да Игорь нам после мая Смотрите, осталось 24 месяца практически до отгрузки всех коинов Поэтому, может быть даже и после мая Но в любом случае у нас есть дата, да, это 36 месяцев Из них, из которых уже практически 12 прошли Так, еще интересные вопросы касательно блокчейн-технологий Я их очень люблю Если у вас есть, то давайте сейчас их обсудим Не поняла, а транспортный ключ на комп и на телефон 1 вводить, если приватный ключ разный вводишь Нет, конечно же, транспортный ключ вы придумываете сами К конкретному приватному ключу в момент генерации данного приватного ключа То есть вы не можете использовать Вы можете придумать, вот просто придумать один транспортный пин-код для всех кошельков, которые вы создаете Это реально, это возможно Но это никак не безопасно Просто это никак не безопасно Это все равно, что делать замки с одним ключом Представьте себе фабрика, которая производит замки А у них один ключ На всех замках один ключ Смысл так замков? Когда любой ключ открывает дверь Это же не есть хорошо Поэтому рекомендуется использовать свой приватный ключ К каждому, ну, транспортный ключ К конкретному приватному Ну, транспортный пин-код К конкретному приватному ключу Разными Это в цели безопасности Но вы можете его использовать и один И транспортный пин-код один И пин-код тоже может быть один Вы можете его использовать в качестве доступа к вашей почте, кабинету Но это небезопасно Можно скинуть ссылку, прослушать вебинар Конечно же Без проблем И говорит, не получится ли так, что курс будет 100 евро А когда нам выдадут сикоин и курс упадет до 5 или до 10 после 3-4 месяцев Но здесь другой вопрос Если биткоин будет стоить 10 центов То и платин-коин будет стоить 10 центов То есть рынок это штука непредсказуемая Рынок это штука, которая работает по своим внутренним законам И конечно же у нас есть четкая стратегия, которая показывает, как рынок работает Которая показывает, как мы на этом рынке работаем и традиционируем Поэтому здесь может быть все, что угодно То есть здесь невозможно спрогнозировать с точностью до 10 миллисекунды Нет Но мы предлагаем все усилия для того, чтобы компания держала свой курс И только и шла вверх То есть стратегия, технология, инфраструктура, комьюнити Вот эти все компоненты мы с вами поддерживаем Когда на айфонах появится и валет и в мессенджере Это вопрос хороший, вопрос актуальный Я сам его очень часто спрашиваю Это все претензии к нашему App Store То есть кошелек на айфонах есть И вы все их видели на наших видеороликах, в тестах И у Дениса, и у Алекса То есть приложение само работает, оно функционально, оно существует Но исключительно из-за того, что Apple не пропускает данное приложение к себе Мы просто-напросто не можем его сейчас выпустить для всех Приватный ключ записал на бумажный носитель Но не сранило и не сделало скриншот Открыть новый, как правильно, как поступить Смотрите, если у вас есть на кошельке коины Коины, которые вы не хотите потерять И у вас есть приватный ключ, который вы записали на бумагу То есть у вас есть четкий порядок чисел и букв, которые идут следом В определенной последовательности Вы можете данный кошелек восстановить Только главное не потерять трансный пин, который потребуется при расшифровке данного приватного ключа То есть не все потеряно Имея бумажную копию, это тоже хорошо То есть она тоже подходит для восстановления вашего приватного ключа И вашего кошелька в частности Класс! Что-то вопросов Да, я люблю такие вебинары, когда огромное количество вопросов Народ уже готовится обвалить курс монеты Владимир Игорев, я поснимаю Увеличивая разгрузка, я уже ответил Уже ответил, но народ Нет, тут нет такого понятия Кто-то собирается, кто-то не собирается Нет, мы все работаем с вами на очень интересном рынке И здесь большое правило Это не делать поспешных выводов Можете пересчитать наши блоги Можете пересчитать прогнозы, анонсы, анализы рынка Которые публикуются на нашем блоге То есть сколько раз было описано ситуацией Когда человек может просто поспешить Когда человек может просто поддастся Вот сегодня, опять-таки, прочитав интересные особенности Торговли и инвестирования Ворона Бахета Который обращал внимание конкретно на то, что Никогда не позволяйте своим чувствам Реагировать на снижение цены Ваша акция может быть сегодня стоить Ниже, чем вчера и послезавтра Но в конечном итоге она может вам дать прибыль Через столько-то, через столько-то лет То есть правило инвестирования Правило стратегии Это ни в коем случае не поддаваться панике И не слать все при первой возможности Нет, это рынок И здесь зарабатывает тот, у кого есть терпение Нервы И кто умеет ждать Могу ли я открыть кошелек через год или через два Не спеша? Абсолютно верно Вы можете открыть их каждый день по 10 раз Просто тренируйтесь Можете искать какой-то Дело в том, что кошелки, они генерируются сами Они генерируются у вас на устройстве На телефоне, на компьютере, на планшете, на макбуке И вы можете для себя искать комбинацию Которая случайным образом Абсолютно случайным образом Сложится в какое-то слово Или же какая-нибудь комбинация букв Последовательность вам понравит Можете его сохранить В принципе вы можете сделать все, что угодно Вас никто сейчас не обязывает его заводить Но я думаю, что наличие кошелька вам поможет в будущем Поскольку имея опыт работы с кошельком Вам будет проще разобраться Как покупать, как оплачивать, как принимать И вообще участвовать в экосистеме платинкоин Уже не переживая за отсутствие той или иной информации Поэтому не бойтесь Скачивайте, тренируйтесь Ничего страшного нет Кошельки вы можете создавать сколько угодно раз Ограничивать вас в этом никто не имеет права И этого никто не делает Поэтому начайте, тренируйтесь, удаляйте Экспортируйте, импортируйте А потом уже, когда почувствуете, что все у вас хорошо Можете один кошелек оставить для выплаты И удержать на нем все свои сбережения Либо же разделять их на несколько приватных ключей На несколько кошельков Которыми только вы имеете доступ Так Получает так, что в дешборте курс показывает 5-10 Неважно, сколько это получится Негарантированный курс Ну, смотрите, в дешборте показывает 5 А на бирже 20 Какой курс нам нужен? Мы хотим, чтобы курс в дешборте тоже был больше Но это, наоборот, отстегивает всех к хранению То есть это большой сигнал Это большой сигнал рынку Когда у нас есть цифра 5 Смысл вкататься ниже нее Тем более, когда на рынке есть 20 А здесь никто гарантировать курс не может Не будет Это заблуждение Если где-то у вас есть гарантия Чего-либо Никто не может сказать, что курс рубля будет стоить 75 евро Или курс гривны будет стоить 25 долларов Или... Ой, 25 гривен за 1 доллар Никто вам может дать гарантию, что биткоин за это пробьет все-таки уровень 4000 И пойдет на 4600, на 5, на 6, на 10 Нет То есть только рынок Только ситуация, которая на рынке Анализ, оценка и действия Которые возникают по сути работы со своего рынка Так Богатство идет с головы, а не с кармана Правильно А это, кстати, и не так сильно влияет Кошельки никаким образом не могут быть привязаны к кабинету Абсолютно И это хороший вопрос Да, если вы это понимаете Это вам большой плюс То есть уже понимание технологии работы блокчейн Уже на более высоком уровне То есть это очень хорошо Если вы понимаете, что кошельки как не привязаны к кабинету Скажите, пожалуйста, где лучше держать монеты Скидывать их в PLC кошелек И держать на сайте в компании в кабинете Абсолютно как вам больше нравится То есть, если вы уверены в том, что вы скачаете кошелек И сохраните все приватные ключи И потом их не потеряете Пожалуйста, можете скачать их на кошельке Если вы не хотите, пожалуйста, вставляйте их на дэшборде То есть я бы не стал спешить сейчас с отгрузкой, с выводом Я бы дождался на самом деле двухкватерной авторизации Я вот на самом деле сейчас особо не вывожу И поэтому я понимаю, что когда будет двухкватерная авторификация Тогда на работу с коинами Тогда мне будет проще, я не буду переживать за верификацию кошелька За алтерию его Зачем? У нас два кошелька Один из них в Eleven Они же разные? Да, абсолютно Но вы можете импортировать в Eleven тот кошелек, который создали в Bioti Wallet на компьютере То есть это два кошелька Две разные программы, которые могут работать с одним кошельком, который хранит платин коины Лук Лук Лук, который чист, от которого плачут И лук, который стреляет стрелами Кошелек на Eleven Это тот же самый кошелек, который и в компьютере Имеется ввиду ADS Но программа PLC Wallet и Eleven Две разные программы Спасибо, понятно Насколько безопасен дэшборд? Дэшборд достаточно безопасен Но еще раз повторюсь Что на вашей ответственность Это хранение ваших персональных данных Если вы каким-то образом передали свою контактную информацию Ваши логины и пароли третьим лицам То здесь уже, как говорится, никто не застрахован Но еще раз хочу объявить о том Что в ближайшем будущем будет реализована двухфактурная аутентификация Это еще больше позволит защитить пользователя от взлома От проникновения И соответственно за сохранность его как комиссионных, так и платин коин Запись вебинара идет Пока да, пока все хорошо, пока все в порядке Надеюсь, что сохранится Потому что обычно она может сохранить одну секунду Ну это в последний раз так получилось, что По одну секунду сохранилось Супер Хорошо, друзья, ну что ж Тогда интереснейший вебинар наш подходит к концу Если вопросов у нас больше нет, то будем заканчивать Практически час мы с вами сегодня общаемся Я надеюсь, что вебинар вам аж понравился Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...